Всем добрый день, друзья мои далекие и близкие. Я уже вернулась в Германию. Все, что я наснимала на Сицилии, я уже выложила в YouTube. И теперь опять возвращаюсь к моим роликам, которые еще не успела до вас донести, тем роликам, которые я снимала в Германии. Осень, равно как и зима, приходит к нам, как правило, неожиданно. Я в течение многих-многих лет продлевала себе лето, а именно в конце сентября-начале октября путешествовала в теплые края. Это, как правило, был всегда юг Италии, моей любимой Италии. Это острова Сицилия, Искьян, а еще, конечно, юг самой Италии. Это Неаполь, это Амальфитанское побережье. Но отпуск всегда заканчивается, и мы возвращаемся домой. В этот раз, когда я летела в Сицилии, когда я возвращалась в Германию, была немного удивлена тем, что немцев на рейсе было очень мало. Были русскоязычные, скорее всего, те люди, которые живут в Германии уже давно. Были сами итальянцы, скорее всего, те, которые работают и живут в Германии. Когда я получала багаж, меня привлекла одна немецкая пара. Стандартная немецкая пара коричневого цвета, кожа. Знаете, когда люди загорают на солнце, буквально от рассвета до заката. Почему они привлекли мое внимание? Ну, потому что уже не принято загорать до такой степени в последние годы. Как-то все стараются беречь свою кожу. Немцы очень экономные, они тоже любят отдыхать вне сезона. Когда сезон заканчивается, когда люди с детьми уезжают, когда детям нужно в школу уже идти, когда отпускной сезон заканчивается. И тогда немецкие пенсионеры летят в теплые края, понежутся под ласковым солнышком. И как оказалось, что сентябрь-октябрь – это не самые крайние сроки теплых отпусков для немецких пенсионеров. Оказывается, многие любят отдыхать в ноябре. Это еще дешевле и еще более экзотичнее. И еще на более долгий срок люди продлевают себе лето. Ноябрь в Германии, как известно, довольно неудобный, потому что он может быть холодным, влажным и, возможно, ветреным. Хотя редко, наверное, найдешь края, где ноябрь прекрасен. И тогда немцы сбегают от серой погоды и скорее хотят понежиться на солнышке. Лучше всего это работает на Канарских островах. Здесь в ноябре от 21 до 20 градусов тепла. Единственное, что там океан никогда не бывает слишком теплым. А для меня, например, вода, температура воды – это очень важно, потому что я растение довольно-таки теплолюбивое. Потом немцы также, как и итальянцы, в ноябре летят в Египет. Температура воздуха за 30, температура воды порядка 25-28 градусов. Как раз то, что нужно. И, естественно, самые благодатные края для отдыха в ноябре – это Эмираты, это Мальдивы. Но самые большие скидки можно найти в Турции или Египте в ноябре. Здесь часто можно получить роскошный отдых. По системе все включено менее чем за 300 евро, а иногда даже менее чем за 200 евро. В общем, правило гласит, что в ноябре вы можете путешествовать вдвое дольше за те же деньги по сравнению с августом-сентябрем. Греция также привлекает фантастическими предложениями, в которых сложно сказать «нет». Кроме того, часто можно найти выгодные предложения для отдыха в ноябре в Португалии, Болгарии, на Мальте. А многие предпочитают ноябрьский отпуск на Кипре или Сардинии. Вода здесь 22-23 градуса тепла. Кому-то это тоже подойдет. Доминикана, Бали, Таиланд – там, конечно, теплее, но если на Бали вы не попали в сезон дождей. А вот та же Доминикана, Куба или Мексика – там вообще самое лучшее время для поездки с ноября по май. А еще немцы очень любят Южную Африку. Это очень популярное направление в ноябре. Африканская весна с конца августа до середины ноября идеально подходит для осеннего отпуска. Ну а сама Германия начинает уже готовиться к рождественским ярмаркам. А мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!